Приветствую, друзья! Я сегодня решила вот прям с постельки вам выйти в эфир, и я хочу его провести не одна. Я хочу его провести с одной классной, прекрасной девушкой, которая часто была со мной в эфирах. Многие старички, кто на меня давно подписан, её не раз слышали. Её зовут Мария. Вот, я её всегда зову Мартой или Марьяной, не знаю, куча имён. Она настолько заряжает энергией, это просто бомба. Её эфиры вместе со мной можно пересматривать сама, она эфиры никогда не ведёт. Так, сейчас она зайдёт, запрос сейчас получу, вот вижу. И мы с вами о чём-нибудь поболтаем и разгоним нашу энергию. Да, добрый вечер. Так, Мария. Так, Марта из Франции. Единственное, сейчас, если, может быть, мне кто-то поможет, как убрать сообщение. Потому что у нас... Марию не видно. Видно. Сейчас я зашла в комнату к дочке. Давайте, вот так сделаю. Видно меня? Тебя видно, но сообщение закрывает. Я сейчас сижу, пытаюсь продумать, как выключить комментарий его. Всё, выключила. Да. Это самый позитивный человек, с которым я обычно заряжаюсь. Ну, ладно, ладно. Я сейчас одеяло уберу. Подождите. Вот вам любви. Вот вам любви. Мои хорошие. Здравствуй, моя родная. Мой родной человечек. Привет всем-всем-всем-всем. Ну, как вы там? Блин, а мы видеть не будем, да, что они пишут, как они общаются? Ну, тогда мы тебя закроем. Ну, сообщение будет на всё лицо. Давайте, давайте. Пофиг на это всё. Главное, мы заряжаемся, мы видим друг друга, и самое важное не это. Давайте, давайте, чтобы интересно было. Ну, тебя же не видно будет. Ну, ладно, сейчас. Ну, смотрите, смотрите, Нель, ты решаешь, родная. Я не решаю. Это ты, ты босс. Ну, пока сообщений нет, ладно. Давайте. Я даже не знаю. Короче, я их обратно вернула. Если что, отключу, походу, пьеса. Без проблем, без проблем, без проблем. Так, у меня первый к тебе вопрос. Давай. Очень интересный. Каждый раз, когда ты ко мне обращаешься, у тебя результаты мгновенные. А у других людей этих результатов почему-то нет. И вот очередная твоя волшебная таблетка. Ты получила за два дня 12 тысяч евро. Да. Ты наколдовала себе букет. Да. В прошлые разы ты точно так же 150 тысяч получила и машину вы продали. Я только твой сториз закинула с годичной давности. Как ты это делаешь? Почему у тебя сразу всё получается? Что ты делаешь? Я очень этого хочу. Я очень этого хочу. Я давно с тобой. Я очень стараюсь. Мне надоела эта ситуация, когда постоянно сидишь и видишь, что никаких изменений нет. И я дала себе вот такую инструкцию. Нель, сначала искусственно, а потом это вошло уже как бы... Я тысячу раз извиняюсь, у меня не очень хороший русский язык. Но я надеюсь, вы меня поймёте. А потом в обиход это всё. Я поняла, что если я не включу свой интерес, у меня ничего не получится. То есть я рада... Что ты сделала? Я сама тебе сказала, если у тебя проявится интерес... Тебе не интересно, как по-другому жить, Маш? Ну, сама себе признайся. Интересно? Ну, так давай. Нель, и каждый раз, когда я сама... То есть у меня вот... Я вот так поднимаюсь, поднимаюсь, потом затишье идёт. И я понимаю, что оп, я остановилась. Остановка в том, что у меня трое маленьких детей, я начинаю автоматически не выходить ни туда, ни сюда, бизнес начинает закрываться. Я так благодарна этим машинам. Они мои друзья, они мне показывают. Марусь, ты остановилась, дорогая. Я тут сразу тебя вспоминаю, Нелли, опять я начинаю с тобой разговаривать, опять я начинаю это всё крутить. И на этот раз я уже совершенно по-другому всё осознала, потому что это был взрыв, но это не просто уже слова. Девчонки, я просто хочу вот... Да, расскажи, пожалуйста, ты получила таблетку, что ты осознала и что ты сделала, почему у вас продались машины, почему вы смогли найти помещение бесплатно, можно сказать, до Нового года, и почему у тебя 12 тысяч евро пришло. И как ты наколдовала букет? Расскажи, вот всем интересно, что ты делала. Сейчас. Так, значит, сидели мы с мужем, и вот была определённая сумма, которой не хватало, мы открываем помещение, и определённая сумма, которой не хватает, ну, вот не хватает, вот конец, кончик. И сидим мы с мужем и так смотрим друг на друга. Нелли, хочу тебе ещё заранее сказать, что по всей Франции, по всей Европе, сейчас вообще по всему миру, продажи, они очень снизились, потому что, ну, сама понимаешь, кризис, войны и так далее, и так далее. И сейчас практически все закрываются здесь. И чтобы что-то продать, нужно обратиться к Нелли. Нормально. Хорошо. Если что-то ты хочешь, чтобы изменилось, надо, чтобы она вот так ударила, чтобы ты опять вот так очнулась. И мы сидим, знаешь, и я, у меня уже вот в тряску, так, да, я, потому что понимаю, что трое маленьких детей, мы так друг на друга смотрим, и говорят, слушай, а что делать? Всё, то есть я на дне. Я себя, и в этот момент я вспоминаю, что я на дне, и это очень хорошо. И это очень трудно это осознать, очень трудно, что это очень хорошо, понимаешь? Потому что в этот момент ты видишь, и я вспоминаю... Я на дне, есть от чего оттолкнуться. Вот. Там трамплин, раз, и потом идёт возвышение. И мы сидим с ним, разговариваем, и я на следующий день мужу говорю, давай, волшебную таблетку, вот как будто ты точно знаешь, когда, что и как говорить. Я дважды пытаюсь себя отправить через турецкую карту. Сидим с мужем, тыкаем, 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 тыкаем. Он говорит, Маш, перевод не даётся. Я такая, как не даётся перевод? Мне нужна эта таблетка, спасите меня. Он говорит, вот так. И я начинаю двигаться, начинаю осознавать, для чего я в этом дне, что со мной случилось, почему я этого хочу. Один ответ. Чтобы подняться, чтобы осознать, что ты не двигаешься, чтобы осознать, что ты не делаешь то, чего ты хочешь. Ты не идёшь туда, куда ты хочешь, и так далее, и так далее. И я потом осознала, что я имею всё, чего я хочу. Блин, как это трудно было осознать, что ты имеешь всё, чего ты хочешь. У меня есть дом, у меня есть... Ну, не признаёшь, да? Обесцениваешь. Ну, ты всё это обесцениваешь. Ты всё это обесцениваешь. И потом идёт вот этот запрос с детскими садами. Мои дети ходят в детский садик. Здесь во Франции, алё, внимание, ежемесячная оплата в детских садах, ну, в которой мы дали, по крайней мере, 2200 евро за месяц. За каждого ребёнка? За одного. На двух, извиняюсь, 1100. И ещё памперсы ты отдаёшь, ещё утром ты кормишь. В общем, с 8 до 4. Лёх, Нель, есть здесь организация государственная, которая, если ты не работаешь, если у тебя не... Ну, бизнес – это моя работа. Если ты не государственный работник и так далее, они тебе не помогают. И они нам написали, что у вас есть маленький там долг, 3000 евро, да. Мы вам не можем оплатить. Нель, у меня вообще, представляешь, там машины не продаются, чтобы это помещение там закончить. Здесь детские сады, в общем, и долги за долгами, и долги за долгами. Я говорю, слушай, села, я говорю, где ты, где ты, что-то, вот чего ты хочешь, того, чего ты не делаешь. И я начала выполнять. Я не хочу просто говорить, чтобы, допустим, я пошла себе и сделала, допустим, маникюр, я пошла и сделала себе там укладку, я что-то начала делать, я пылесо взяла, я начала пыль, у меня чисто в доме, но где-то там на шкафах. И знаешь как? И вот так. Начало все убираться, чтобы... То есть ты начала жить моментом, наслаждаясь всем, чем ты... Всем, что ты делаешь, да? Так, это вот так, да. Я начала, знаешь, я даже подошла к кровати, к стенам. Не то, что как там какая-то полоумная шипзанутая, но я очень адекватно начала подходить к этому, ко всему. Я говорю, блин, давай, двигайся, Маруся, давай, двигайся. Иди, сделай что-нибудь, пойди себе чего-нибудь купи. Пошла себе купила, пришла. У тебя долги, но ты пошла себе купила, то, что ты хотела. Я пошла себе купила, да, Нэль. Я пошла, я говорю, а все, плевать, я иду, я два года себе ничего не покупала, потому что я была беременна, у меня был вот такой живот с близнецами, потом ничего не купишь, потому что ты постоянно худеешь, худеешь, худеешь. И я себе, потом я говорю, Маша, ты себе два года ничего не покупала, а ну брысь в магазин. Пошла в магазин, ничего не изменилось. Через день-два они мне звонят и говорят, что... Да, кстати, до этого, ребят, я разговаривала, мне сказали, это невозможно. На французском c'est impossible. Это невозможно. Когда у вас есть долг, мы не можем вам оплатить детский сад. А мне он полагается. Но так как есть долг, невозможно. Нэли. Они мне на следующий день звонят и говорят... Кстати, я подумала, что это реклама, я отключила. Потом смотрю голосовое сообщение. На французском. Блужух, мадам и так далее, так далее. Мы вам переведем ваши деньги в конце недели. Это или на следующей. Я так слышу, я сразу сестре говорю, что они сказали, что... Я понимаю, но у меня вот такое состояние. Все. И я тебе голосовое отправляю. Знаешь, я прям сидела и плакала. Мне было так... Ну, в общем, ты состояние мое понимаешь. И ты мне потом говоришь, Маша, я тебе что-то прислала или что. Я говорю, нет, не было этой таблетки. Пока что этой таблетки не было. Я начала осознавать, я начала двигаться. Поэтому я тогда осознала, как хорошо, что я на этом дне. Это было очень трудно, но я осознала. Вот результат. Это был первый результат. Дальше я начала искать какие-то эти... Я говорю, давай я отправлю еще раз. Пусть Нелли мне скажет. Блин, есть какие-то другие оплаты. Нелли, потому что я хотела эту информацию. Она мне нужна была. Я чувствую, что мне чего-то не хватает. Но мой первый запрос был вот здесь. Понять, что такое тотальная любовь. Ты представляешь? Не все это, ни финансы, ни долги. Мне было наплевать. Я хотела вот этого вот понять. Любить своих детей и родителей, это нам приходит с природой. А вам слабо тотальной любовью любить весь мир? Слабо вот так вот? Я слабо, конечно. Мы любим только своих детей или родителей. Любим мурашки. А слабо все остальное. И я начала убираться там, я не знаю, то-се-се-се-се. Потом, когда на стиральное... на... на... чистое белье. Нелли, я вот так держу, я смотрю, и вот у меня дрожь первый раз в жизни. Мне 41 год, я не люблю никаких... Понимаешь, я очень такой веселый человек, но и адекватный человек. Я не люблю сама себе врать. Это не имеет смысла. Я начала... Подожди, Мариан, я... Мариан, Маш, Марта... Мариан, как хочешь, да. Я тебя сейчас перебью чуть-чуть. Пожалуйста, все, кто смотрит эфир, не нажимайте пока сердечки, потому что эфир зависает, звук пропадает, поэтому просто смотрите там, пишите комментарии, не нажимайте вот эти сердечки там в нижнем правом углу, иначе виснет эфир. Все, продолжай. И, блин, ну, ладно, я во вторник еще к своей паре, но сейчас все пойду, в общем, я это всегда приведу в порядок, это не важно. И я взяла... Что это было, я даже и не помню, и смотрю, и у меня, знаешь, как фильм, я вот так назад-назад-назад-назад, пленка начала крутиться по-быстрому, и я поняла, я начала вот там с нуля, вата, потом нити, потом завод, потом эти люди, и я начала их благодарить, и я начала их чувствовать, я начала даже чувствовать их руки, как они это готовили, те люди, которые специалисты, делали дизайн, цвета и так далее, все. То есть ты осознала, что, чтобы был этот поток энергообмен, этой энергии, чтобы тебе приходили все блага, ты должна осознать эту тотальную любовь и благодарность всему миру. Ты решила постирать одежду, взяла майку, кофту, да, и начала осознавать, сколько людей для тебя, для меня, да, создали. Создали. Представляешь, Нель, сколько, и я вот в конце их всех благодарила, что это на завод, потом в магазин, потом машины эти, которые довозили этот, потом этих продавщиц, которые это, они там распаковки делали и так далее, и после этого мы идем, смотрим на эту вещь и говорим, да ладно, все, пошло обесценивание. Как они говорят, французы тут смыть, мгновенное, понимаешь? Я ее взяла, я говорю, это все для моего ребенка, и когда мы заходим в магазин, нам что-то нравится, а они делали это именно для нас, мы берем вот так и прикладываем к груди, говорим, ой, какая прелесть, какой мимичный, какой костюм и так далее. Но это не главное, главное осознать эту любовь. Главное осознать. Главное почувствовать ее. Главное, просто слова благодарности, они не работают. Ребят, самое главное, чтобы вы самообманом не занимались, самое главное, отключить, отключить ожидания, потому что, если вы сейчас это будете ожидать, вам ничего не придет, это не бизнес-план, это жизнь, это совершенно другая глубина, ребят, поймите, пожалуйста, поэтому, кто сейчас получил волшебную таблетку, перечитывайте, я сегодня с утра уже 500 раз перечитала, Нелли, там для меня конкретно написано было, не давай важность то, что творится в реальности, да, в реальности, переключи стрелки на себя, не давать важность, что не давать, ну как такое, не давать и не придавать этому значения, переключилась на себя, пошла, музыку включила, потом я начала себя благодарить, Нелли, у меня уже входит в привычку благодарить себя, молодец, умничка, это сделала, если мне не нравится, я не иду, и кстати, вам скажу один такой маленький, знаете, не секрет, ну может быть даже и секретик, захотели чего-то, осознали, что вы это хотите, да, Нелли для меня, это, волшебной таблетки, ребят, она написала, Нелли, я целую твои руки, то, что ты у меня делаешь, ты все мои секреты сейчас откроешь, кто у меня ее будет покупать, нет, я ничего, я ничего не открываю, я говорю то, рассказывай, я, я говорю то, что я чувствую, чтобы они поняли, что это на самом деле работает, ребят, посмотрите, там было написано, когда ты критикуешь кого-то или что, ты отдаешь свою энергию, до меня вот это вот сейчас, как гром, бабах, 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 а сейчас после таблетки, я переосознала, я говорю, во, я кому-то отдам просто так свою энергию, допустим, я захотела какие-то очки, допустим, я поблагодарила всех этих людей, которые создали, да, и после этого, если я не переключусь на себя, они ко мне не придут, потому что некому их отдать, потому что или я там, или я там, я не здесь и сейчас, значит, мои очки ко мне не придут, а я хочу получить мои очки, понимаешь, они придут твоим Микки Маусом вокруг тебя, и ты будешь думать, как мне там одна девушка написала, почему все мои желания сбываются у моих подруг, я говорю, дорогая, а ты здесь вообще, ты есть сейчас, или тебя нет, ты где-то там, Нель, это очень трудно, постоянно себя приводить вот здесь и сейчас, я ничего не имею против, но, ребят, это возможно, зато это возможно, зато это возможно, это лучше, чем невозможно, понимаете, ну это же лучше, ну это же надо понять, очки, это какая-то такая цель, просто икс, идите, и потом, начинаешь о ком-то говорить, энергия ушла, а у тебя эта энергия собралась, специально для твоего желания, чего ты кому-то нахрен отдаешь твою энергию, я тут вспомнила, оп, ни о чем не говорим, так ты здесь и сейчас, посмотри, что у тебя вокруг, так вари, там, я не знаю, что-нибудь сделай, тусуйся, радуйся, вот весь секрет, вот, смотри, тебе там пишут, как не критиковать, это мне пока сложновато, я критик, согласна, это выбор, ну критикуй, ну критикуй, и будешь вот так сидеть, ну и не будет денег, не будет любви у человека, не будет энергии, а кого критик, подождите, я вам элементарно объясняю, если вы будете критиковать, у вас энергия, как слив в унитазе, раз, нажали, и все, вода ушла, вот такие энергии, она уйдет, а я на себе это чувствую, у меня трое детей, я ночами не сплю, я утром просыпаюсь, как будто палками избитая, но после этого, когда я переключаюсь, здесь и сейчас, у меня каким-то образом, у меня нет этому объяснения, ребят, она появляется, появляется, ребят, и благодаря вот этому человеку, ну как мне не расслабить ее руки, дальше, благодаря себе, не надо на меня ошибки перекладывать, хорошо, принимаю, благодаря себе, теперь, принимаю, все, хорошо, ребят, я начала читать, у меня особого такого запроса, смотрите, то есть я знаю, что я хочу, но, у меня какой-то там, ну в глобальном смысле я знаю, я начинаю читать, я начинаю читать, в этот же день, да, продается машина, мама, Мия, Санта-Лучия, продается машина, вот продается машина, я создала эту энергию, а кстати, когда я начала плакать, и я, когда я осознала, что вот это вот, все это делалось для меня, все эти люди работали для меня, и так далее, и так далее, после этого я начала слушать, Лайна Ларичи, Стиви Вандера, я начала петь в голос, детей не было дома, я начала орать аж, и я и плакала, и танцевала, и пела, вот у меня вот такой хаос был в голове, я сама осознавала, что сейчас что-то великое, со мной происходит, великолепное, муж звонит, и еще доплатили деньги, пришла гробная та сумма, которая именно должна была закончить вот этот остаток, то есть я набрала столько энергии, сколько должно было прийти, вот именно на то мое желание, дальше, я говорю, Нелли, я тебя люблю, ай ладью, и так далее, и так далее, как французы говорят, джетер, она говорит, да читай книгу, начинаю читать, иду, знаете как, сразу их уложила за 2 секунды, давайте быстро, пошла и вот так, но не просто читаю, и ничего не ожидаю, а еще раз, читаю вот предложение, опять читаю, блин, это правда, она же это имела в виду, она же то имела в виду, это вот и гром за громом, вот так, ну потому что я уже в потоке, я уже чувствую это, что, а почему я чувствую? Потому что я захотела, а почему я захотела? Потому что я в сраке была в одни, я больше не хотела там оставаться, И все, я хотела просто, а разве нельзя жить по-другому, но как-то они-то исполняются, и этот человек нам говорит, что они исполняются, но надо быть здесь и сейчас, смотрите, мы сейчас здесь и сейчас, у нас сейчас одно поле, мы сейчас разговариваем, мы сейчас выключим телефоны, и каждый раз бежится по своим делам, я понимаю, что это очень трудно, что семья, дети и так далее, быть, но я сейчас уже не так, я не так, я по башке даю, так, все, обратно сюда, обратно, обратно, а знаете почему? Потому что я хочу, чтобы мое желание исполнилось, но это глобально. Марта, тебе тоже вопрос, у моей подруги все есть, все ей приходит, но она критик, может оно переходит в болезни, у нее есть болезнь, я абсолютно не имею понятия, ребят, потому что я не профессионал, я не в этом, я не могу сказать, но я знаю одно точно. Да ты знаешь, я тебе говорила. Смотрите, если вы критикуете, ребят, если вы критикуете, от вас это уходит, это сто процентов, что-то забирается. Забирается, любимые люди уходят, деньгами или здоровьем, это не важно, что у вас будет в минусе. Уходит, да. Смотрите, мне самой страшно вот это потерять, серьезно, я слово страшно уже переменяю, я его употребляю вот в таком смысле. Мне страшно не жить, мне страшно не жить, мне страшно не быть в потоке, клянусь, потому что когда я с Нелли разговаривала, Нелли мне сказала, вот-вот-вот-вот-вот-вот, я говорю, давай я загадаю желание на цветы, и я поблагодарю всех их, вот кто там сделал то-се-се-се, я поблагодарю своего мужа, что он мне привезет эти цветы. Ребят, смотрите, я сейчас пускаюсь, я человек, смотри. Зависла чуть-чуть, так. Так, у нас Маша зависла. Маша, куда ты там пошла, что у тебя за сбой энергии, ну-ка вернись к нам обратно. Так, пока мы ждем Машу, я вот что хотела сказать. Как понять здесь сейчас? Здесь сейчас, когда ты не находишься мыслями в прошлом, когда ты не находишься мыслями в будущем, когда ты не думаешь о завтра и не перемалываешь. Вчера ты наслаждаешься в моменте сейчас всем, что ты делаешь, наслаждаешься всем, что ты видишь, и с любовью и благодарностью все, что здесь сейчас есть, благодаришь, ну, не словами там, благодарю, не надо перечислять это, благодарю, а именно чувствуешь вот эту благодарность каждому, кто делал для вас телефон, интернет, создавал электричество, делал каждую вещь, трудился на заводах, что-то изобретал, что-то продавал, перевозил. Родители, которые родили всех этих людей, которые для вас постарались сделать все, что вы сейчас имеете, потому что каждый человек ничего на самом деле в этой, вернее, не так, вы сами ничего не сделали, все, что имеете. Вокруг вас все делали для вас люди. Если бы вы были одни на этой планете, вы жили бы голы в пещере, да, и у вас не было бы ничего. И все люди для вас старались и работали. Мы и себя обесцениваем, и все, что имеем, сейчас обесцениваем. Вот когда вы будете жить в благодарности каждую минуту, наслаждаясь, нифига себе, сколько всего у меня вокруг есть. Это и есть тотальная любовь к миру, это и есть тот энергообмен с миром, этот поток, когда вы отдаете свою благодарность, когда вы женской энергией своей принимаете все, что вам сделали, здесь, сейчас вы имеете, отдаете свою любовь, свое внимание, благодарность всем этим людям. Вот тогда у вас и идет этот энергообмен. И вы в этот момент с благодарностью находитесь здесь, сейчас. Когда вы здесь, сейчас есть, вы есть. Если вас здесь, сейчас нет, вас нет. Если вас нет, вам этот мир ничего не может дать. Вы не можете получить свои желания, не можете получить свои подарки, потому что вас нет, никому эти подарки отдать. Вы сейчас не находитесь в этом энергоармении. Квантовая механика говорит о том, что мы живем в мультивселенной. Все реальности на разных частотах, параллельные жизни, все существуют в этот момент, здесь, сейчас. Прошлого нет, будущего нет, есть вечное сейчас. Все, что мы думаем о прошлом или будущем, это иллюзии ума, придумки, фантазии ума. Это суждение о прошлом и суждение о будущем, но это не есть реальность, реальность только в настоящем моменте. И в настоящем моменте, как только вы что-то пожелали, вы создаете своим желанием, своей энергией, вы создаете как творцы всех людей, даете им работу, чтобы они смогли выполнить свое предназначение, выполнить свое проявление. С помощью проявления они живут, потому что мы живем только проявляясь. Если мы бы не проявлялись в этом физическом мире, не проявились в виде этого тела, не проявились в виде этой жизни, то нас бы не было. И вы своим желанием запускаете во всем мире рождение всей этой вселенной, рождение всех людей. Каждую секунду вы рождаете всех людей, все работы, все-все-все. Люди, благодаря вашему желанию, имеют жизнь, имеют возможность проявиться для вас, имеют возможность получить работу, чтобы исполнить ваши желания, чтобы у вас здесь сейчас все-все это было. И если вы это не принимаете, для вас это как должное, вы неблагодарны, вы только критикуете всех, кого вы сейчас родили, кому дали работу, возможность проявиться, то есть возможность жить. Если вы еще и недовольны этим, у вас ничего не будет, у вас будет отниматься в минус, вы будете все время чувствовать недостаток. То есть ваши желания будут исполняться у других, а вы кроме зависти ничего не будете чувствовать, и злости, и обесценивания. Короче, я надеюсь, вы поняли, что вы, творцы, создаете в каждую секунду времени эту жизнь, которую нужно наблюдать и ценить, и благодарить себя в первую очередь, что благодаря вашему желанию каждую секунду, каждое мгновение этого времени существует эта жизнь. Без вашего желания жизни всего этого мира, всех людей не может существовать. И мы встречаемся друг с дружкой, воплощая друг другу желания, то есть встречные, благодаря всем желаниям всех людей вы живете, выполняя свое предназначение, проявляясь, проявляясь не только своими желаниями, но и проявляясь своей работой по импульсу, которую вы делаете, вы исполняете желания другим людям. И у нас все время происходит этот энергообмен. Но если вы все время обесцениваете, критикуете, не находитесь здесь сейчас, ничего не хотите, у вас нет сил, нет энергии, все сливаете, конечно же, вы закрыты от этого потока, вы умираете, и ваш мир умирает. Потому что мир, как зеркало, вам полностью отражает ваше состояние. Почему у нас войны, почему у нас проблемы, почему у нас близкие болеют? Все из-за вас, проблема в вас, не в близких. Их болезни — это ваши болезни, ваши болезни мозга. И они просто сигналят вам обратить на себя внимание. Если вы себя не любите, обесцениваете, как творцы, создающие весь этот мир, дающие жизнь всем людям, которые еще родились, чтобы работать на вас. Если вы не видите эту благодарность, вот эту тотальную любовь, если вы не познаете, то у вас нет энергии, то вы не можете ничего исполнить, то вы не можете ничего получить. Так, Марта у нас сейчас обратно вернется. Вот так. Марта, сейчас вопрос прочитаю один. Давай. Скажи, пожалуйста, получается, что лучше не желать чего-то, если понимаешь ему, что пока это нереально, дабы не сделать долг. Надеюсь, правильно выразилось. Благодарю. Желаете вы или не желаете, у вас 400 миллиардов желаний в секунду, но вы осознаете только 7 мыслей в секунду, 7-10. У вас 400 миллиардов. Хотите вы, желаете, не желаете, мир — это воплощение ваших желаний. Каждую секунду все, что вы видите, — это миллиарды-миллиарды бесконечных ваших желаний. Они всегда есть. Вашими желаниями создается мир. Вы и есть проявление желаний. Вы, как творец, проявились в этот мир благодаря своему желанию проявиться. И благодаря вашему желанию живут все люди. Благодаря вашему желанию вы имеете все, что имеете. Это надо, чтобы они осознали, Нель, они еще не могут осознать себя. Да я знаю, из эфира в эфир одно и то же говорю. Нель, я это осознала, я это осознала. Вот клянусь, это я осознала, и я поняла, как они работали. Ребят, насчет букета. Когда я... Это не какая-то мантра, чтобы постоянно... Я благодарю, я благодарю. Нет, это надо почувствовать, что они делали это для тебя. И у меня огромный интерес опять включился. Потом я Нелле говорю, я сейчас поблагодарю еще мужа. Блин, лишь бы здесь не прервало, потому что я уже боюсь туда ходить. И у меня в доме... Блин, что если не прервет, я сдохну. У меня в доме... Посмотрите, ребят. Смотрите, я сейчас вам покажу. Вот этот букет, видите? Потом, потом... Смотрите, мои пацаны. Класс. Потом у меня там букет, видите? Да, я вижу красненький. Я и я на следующий день получаю от мужа... Еще один букет. Круто. Я просто, просто для интереса. Просто я хотела прочувствовать это все. И я иду, ходил за покупками. Я подхожу к машине, открываю багажник. Я смотрю на него. Ребят, ну, понимаете, это самый лучший букет в моей жизни. Потому что этот букет, это моя новая жизнь. Я поняла, что я на самом деле творец. Что я на самом деле в эту секунду из параллельных всех реальностей создала этих людей, которые именно делали этот букет для меня. Я у мужа спрашиваю. Я у мужа, я говорю, а почему ты пошел и вот столько цветов... Он говорит, Маш, когда я зашел в магазин, под гипнозом, наверное, был. Когда я зашел в магазин, в первую очередь я, говорит, пошел в тот отдел, где цветы. Взял, говорит, этот букет и в первую очередь я это сказал. Для своей любимой жены возьму этот букет, а потом все остальное. Ты же ему это не говорила, правильно? Я же не дура. Ну, я же должна проверить себя, как это до 100% работает. Я же не дура. Я говорю, что мне ему это говорить? Потому что это все... Обнулиться это. Я ему говорю, я специально тебе не говорила. Он так, знаешь, присел на эль. Говорит, Маш, я вот сейчас уже... Мужчины, они же чуть попозже это все, да? Они вникают, они же не вникают, как мы. И он, говорит, я начал уже вникать. И, говорит, мне и страшно, и классно, и интересно, и кайфово. Что вот, вот что творить? Что реальность меняется. Ребят, вам главное прочувствовать и благодарить себя за то, что вы создали этих людей. Вам надо прочувствовать, что они вот... Вот сейчас вы это загадали. И оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вот как будто в фильмах, знаете, вот с самого... Вот снизу, когда начинают вот эти клетки разрушаться, и новые начинают появляться. Вот как будто ты вот так стоишь, и все вот это разрушается, и опять приходит... Я не могу объяснить вам это словами. Но самое главное, чтобы у вас был импульс и интерес. Чтобы вы хотели этого. И это не бизнес-план, запомните. Это совершенно другое. Это тотальная любовь ко всему, к миру, к себе, с благодарностью, с кайфом жить. Ребят, я живу в собственном доме, и я неделями отсюда не выхожу. Мне очень трудно. Это очень-очень трудно. С маленькими детьми, у кого есть, они хорошо это понимают. Но и тем не менее, я здесь создаю... Я рядом с домом создала такой объект, где я буду ходить, принимать гостей, получать... А энергообмен будет деньгами, я не знаю, информацией, чем-то еще. Но это же кайф. И кто мне это дал? Вот этот человек, которого вы сейчас видите. Нет. Ну вот этот человек мне дал, да. Информацию мне дал этот человек. Хоть век пройдет, я все равно буду говорить. Это благодаря тебе я начала это все делать. Но я очень сильно захотела, ребят. И самое главное, да. Меня в своей реальности и получить информацию свою... Да. ...зеркало в моем лице. Главное не критикуйте. Это же в каком городе тебя спрашивают? Я нахожусь 62 километра от Лиона. Это маленькие пригородные города, где здесь живут только французы. Вон. Красота такая. Вот такие вот дома, да. Вот такие вот дома. Вот Франция, Европа. Да ладно, средний век здесь как были, остались. Здесь только Париж, а дальше... Очень красиво. Ну, смотрите, ребят, я этот дом арендую. У меня есть еще дальше. Я хочу уже свой взять. И чтобы взять свой дом, мне надо нормально к этому прийти. Мне надо осознать очень-очень много... Здрасте, пацанчики! Здрасте! Марьяна, тут такой еще вопрос. Марьяна, Маша Арта. Давай. Как хочешь, как хочешь, давай. А если сегодня хочу это, а завтра уже это не надо, а долг уже образовался, как быть? Как отменить это желание, как переменить его? Во-первых, определитесь, чего вы хотите на самом деле. Кстати, я это тоже поняла. Это мое желание или это не мое желание? Элементарно приведу вам пример с домом. Хотела купить дом назло всем, чтобы сказать... Я не такой человек, чтобы сказать, я всех-всех-всех люблю, но я и не такой человек, который не любит людей. Я люблю общаться, если мне... Я хотела сказать, yes, я крутая, но с вами утерла все вот такие. Вот, я хотела, вот я раньше так думала, вот я вот куплю, я буду показывать, вот смотрите, мои партнеры взяли, уже купили дом, но здесь это очень трудно, это очень дорого, я покажу, я все крутая. И вот после волшебной таблетки я сама себе сказала, здрасте, Маруся, это не твое желание, дорогая. Это не твое желание. Сейчас подожди. Послушайся, послушай себя, посмотри, чего ты хочешь. А как определить, твое желание или не твое? Ну, есть же критерии. Так, я только могу насчет себя сказать, мое желание или не мое желание. Я тебе написала. Мое желание или не мое желание. Нель, смотри, у меня сейчас такой хаос в голове, столько сейчас информации, знаешь, матрицы сейчас у меня там. Ну, это легко же определить, твое истинное желание либо навязанное. Чем отличается? Истинное или навязанное? Ну, навязанное программами, гуморальной системой, микрофлорой через гуморальную систему, которая нам подкидывает не наше желание. Нами управляют миллиарды особей в организме, которую мы кормим все время едой. И все желания, которые мы умом хотим, это не наши желания. Как их определить, наши или нет? Например, я сейчас вам скажу, вот единственное, может быть, я вам не смогу на этот вопрос ответить грамотно, но вот единственное вот мое желание, я отбросила все мои желания, на автомате я их всех отбросила. Сейчас единственное мое желание, чего я хочу, после таких осознаний, я хочу быть постоянно в потоке, ребят. Я хочу вот этого. Больше ничего я не хочу, потому что когда я в потоке, и когда я чувствую себя здесь и сейчас в этой жизни, когда я начинаю осознавать, что такое вот полюбить вот это все, тогда мои желания на автомате начинают получаться, и они сами вот приходят. Истинные, понятно. Истинные, вот они какие-то истинные уже получаются. Я отбросила вот эту всю фигню. Я поняла, что если я частичка Бога, значит, я и есть Бог, а значит, я не могу сама себе навредить, от себя отнять, чтобы кому-то что-то показать, понимаете? Я от себя это все отнимаю, а я не могу на это идти, я хочу быть в потоке, я хочу постоянно чувствовать энергию, я хочу чувствовать любовь. Вот чего я сейчас хочу. Серьезно. Потому что у меня все есть. Я и одета, и обута, и мои дети, и все. У меня это уже нет, это все, это ушло уже туда. Только сколько нужно было, это пришло на объект, уже там люди есть, работают и так далее. Это скоро тоже откроется, понимаете? Это пришло уже. Многие написали ответ правильно и круто. Вот молодцы. Какие написали? Давай. Наш материальный мир – это лишь следствие, отражающее наш мозг, наше сознание, наши чувства по отношению к себе. То есть все внешнее – это просто киношка, на которую мы должны смотреть для того, чтобы прочувствовать себя. Не важно, кто рядом находится, главное, какие он чувства вызывает. Не важно, каким образом мы получаем радость, главное ее получать. Не важно, что нас наполняет, главное – наполняться. Блин, если это тебе приносит радость! Вспомнила, вспомнила я! Но люди не знают, что такое радость. Все люди подменили настоящую радость на искусственную. Никто не понимает, как отличить настоящую радость или нет. Все думают, что я купил платье, и я рад. Я пожирал, и я рад. Я занялся сексом, я рад. Я нашел человека, я рад. Это все искусственная радость, которая отнимает энергию. Настоящая радость… Цветы я, когда получила, я что, порадовалась насчет цветов? Вы думаете, я насчет… Ты не цветами радовалась, ты радовалась творчеству, как ты это исполнила. Вот! У тебя другой момент. Да! Вот! Настоящее желание – это неважно, каким образом оно осуществляется вовне. Неважно, в какой машине это будет, или в доме, или в человеке, или в светах. Неважно. Важно то, что вы чувствуете. Если ваше желание сольет вам вашу энергию, не принесет вам пользу себе и миру… А как понять, сольет энергию или нет? Ну, вот смотри, мое желание – пожирать торт. А, это… Синтетический сахар убьет мое тело, убивает. Это рад. Не-не-не. Это понятно уже. Я хочу алкоголь, он приносит мне радость, но он убивает мое тело. Естественно, я энергии солью больше, чем получу в разы. Там, наркотики. Внешнюю радость получить на качельках покататься. Я ее получаю от того, что я на качельках катаюсь. Смотри, качельки, смотри, Нель, качельки. Все на качельках. Я в этот момент, когда катаюсь на качельках, создаю что-то в этом мире или не создаю? Если я не создаю, то это искусственная радость. Я… Что ты создаешь, когда качаешься на качельках? Получаю от этого. Мне классно. Я чувствую блаженство. Я чувствую… А в чем здесь польза? Польза в чем? Есть тут польза или нет? Она накапливается во мне. Я могу эту энергию употреблять. Я… Для меня это вот так идет. Знаешь, наверное, так интересно. А с чего ты взяла, что энергия от качеля… Потому что я радую. Накапливается. Я понимаю, можно от алкоголя радоваться, от секса радоваться, от встречи… Нет, это искусственная радость. Нет, нет, это искусственная. А это моя. Я захотела, я пошла, я села. Моя душа так захотела, я пошла за этим. Но моя душа может и торт захотеть, но я уже включаю… Наверное, мозги, наверное, не знаю, как объяснить. Какое творчество ты произвела, идя, катаясь на качельке? Что ты дала миру, блин, этими качельками? А-а-а, подожди. Не знаю, как ответить. Может быть, то, что я начала… Мелли, а вот правильно, если я… Генерировать энергию мы можем только в одном случае. Когда мы делаем что-то из точки А в точку Б, да, какую-то перемену и что-то производим, что-то даем этому миру. Вопрос, что ты давала, покачаясь на качельке этому миру? Я, наверное, я сейчас не смогу вот это объяснить, но, наверное, когда я качалась, вот когда… Кстати, я вчера качалась, я осознавала, какие классные люди приготовили для меня эту качельку. Я это тоже начала осознавать. Вот смотри, момент. Если ты пойдёшь покачаться на качельке, чтобы получить радость, это будет искусственная радость, признай это. Да, да, да. Но если ты пойдёшь покачаться на этой качельке для того, чтобы отдать дань всем людям, которые её там строили, изобретали, чтобы дать свою энергию благодарности, это уже другой момент. Так, 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 всё. Вчера я благодарила их, да. Я говорю, какой классный… И подушки благодарила, что для моего… Она радуется на качельках, тем самым создаёт работу тому, кому нравится эти качельки делать. Вот. Дмитрий молодец, он это осознал. Да, да, да. В момент качания, правильно. Вчера я, ребят, сидела на этих качелях, потому что, как меня уже торкнуло, я уже начала осознавать кое-какие моменты. Почему я с вами сейчас делюсь? Потому что, естественно, я не Нелли, но то, что вот я имею, для меня вот это, вот уже вот сколько. И вот этот момент, вот самый классный пример, чашка, чай. Это вообще… Весь мир трудился сделать этот чай. Когда ты отдала свою энергию благодарности, в этот момент что происходит? Ты себя не обесцениваешь, ты себя не критикуешь, ты наоборот, офигеваешь, ни хрена себе, я творец, столько работы людям дал, я воплотил людям возможность воплощаться, развиваться, что-то делать этому миру, приносить пользу благодаря моему желанию, это ни хрена, я бесценно. Я дала возможность жить всем людям, чтобы они исполнили мое желание. Я даю жизнь. Вот это меня торкнуло. Вчера меня, и вчера меня как током вот так ударяло. Как? Как это возможно? Что я, когда начинаю благодарить, я людям даю жизнь. Как это возможно? Как это работает? Можно еще раз? Я тебя перебью. Получается, по сути, когда мы качаемся, мы используем по назначению качели, тем самым подтверждаем, что это нужно людям. Нет. Нет, нет, нет. Это не то. Всем, чем мы пользуемся, как должным, всем, это только убивает этот весь мир. И вы свою энергию тратите на действия. То есть, чтобы что-то сделать, нужно много энергии потратить на эти действия. Мы моргаем, мы тратим энергию, мы говорим, мы тратим энергию. Но ее можно генерировать. Генерировать, вот, я не знаю, на нашей планете генерировать энергию новую могут единицы. Их там до 10 человек не сосчитать. Все остальные только тратят. Если вы осознаете тотальную любовь, в каждый момент времени вы здесь и сейчас находитесь. в благодарности, не обесцениваете ничего, да, тут сразу закрывается. Вам времени нет на критику, вам нет времени на осуждение, вам нет времени даже на недостатки того, что вам не достает. То есть, ваш фокус внимания не на том, что у меня нет, у вас всегда фокус внимания на том, что у меня есть. И то, что я бесценен, и все люди бесценны. Пока я этого не понимаю, пишут люди. Да, 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 пока что нет. Время нужно, время, потому что, знаешь, это такой поток информации, что серьезно, я говорю, я на цветах, я этого, смотри, насчет качель, ты мне задала вопрос, в этот момент я притупила, потому что я сама еще не осознаю до такой степени, но когда я начинаю, сейчас я покормлю детей, потом опять бегом опять перечитывать, опять перечитывать. И с каждым разом я понимаю, что офигеть, все в моих руках, ты знаешь, все в твоих руках, вот. Да везде это написано, во всех песнях, везде все это говорится, просто мы не умеем правильно это употреблять. Нель, до них это немножко... Да, я понимаю. Вот честно, знаешь, вот честно, это очень-очень трудно, но зато это возможно. Главное сказать, то что когда вы познаете тотальную любовь... Вот, я с самого начала сказала, да, ребят, это надо осознать, то решит все ваши проблемы к себе и к этому миру. Да, да. Пока вы это не познаете, пока вы не начнете это ощущать, нет, 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 нет. Вы будете все время себя учить, все время пытаться... Вот элементарно я привела пример очки, или там часы, или там ручка, ну что вот угодно, кружка. Вот загадайте себе, вот смотрите, вам не интересно, вот, но вы должны прочувствовать всех этих людей, как я прочувствовала... Кто вам это сделал? Кто вам это сделал? Я даже, я даже и китайцев видела, я даже какие-то национальности видела, я говорю, Маша, а ты истерихнулась. Я их всех, вот что, я руки их не видела, я чувствовала, как они делают, вот стоят рядами, кто-то там режет, кто-то там, не знаю, шьет. Я видела этих людей, которые вот перед компьютером сидели, дизайн делали, и они радовались, и у них это... Смотри, мурашки опять. Весь смысл, если вы что-то хотите получить, это уже есть, но вы это не имеете, потому что не любите всех тех, кто для вас это сделал. И, кстати, культируются тоже меняются. Как только вы поблагодарите весь этот мир, не словами, вот сейчас не пишут, а благодарить в голос, письменный или как, нет, это вообще просто звук. Это надо прочувствовать тотальную любовь к этому миру, как каждый трудился для вас. Это не надо благодарить словами. Это сердцем прочувствовать. Это сердцем, да. Ум здесь вообще не должен работать. Причем, не, не, не. Никаких слов благодарить не нужно. Я плакала, Нель. Мы про другую благодарность говорим. Да. Наша микрофлора, это не мы, это... Нет, это не мы. Мы, это не ум. Мы, это не наше тело. Мы, это чувство. Да. Мы, это творец, Бог, один-единый. Каждый человек, клеточка одного единого организма. Да. Мы, это сознание. Высшее, там, я не знаю, як. Все по-разному называют. Мы, это не ум. Ум, это просто переводчик. Но мы ему отдали бразды правления и думаем, что он все знает. Наш ум ничего не знает. Он опирается только на опыт маленькой жизни. Вот там, нацать лет, сколько он там этот опыт набил. Нель, а те люди, которые, допустим, богатые очень, у которых крутятся, да, вот, деньги и так далее, и так далее. У них это что, на автомате? Как у них это приходит? Как подходит? Ну, мы не можем ничего говорить за других людей, потому что, кроме тебя, никого нет. Никого нет. Все в твоей голове проигрывается. Это первое. Второе, они тебе просто зеркалят твои возможности. Третье, мы не знаем, кому они что продали и какую энергию, насколько поколение отдали для того, чтобы иметь сейчас. Все техники, все техники по достижению чего-то в этой реальности, любые техники, да, они у нас отбирают энергию из будущего, из других сфер жизни. Мы энергию из одного состояния просто перекладываем в другое. Если мы захотели денег, мы можем аффирмациями добиться этих денег, но мы потеряем здоровье любимого человека, умрет мама, там, я не знаю, не родится ребенок, что угодно. Отбирается. Отбирается. Единственное, что генерирует энергию, не отбирая ее, это тотальная любовь. Больше ничего. Все остальные техники вы просто забираете. Поэтому мы за других ничего не знаем, откуда они эту энергию взяли. И как бы, ну, придумывать, фантазировать смысла тоже не вижу. Нелли, а как? Теперь не поняла про благодарность, я ничего не знала. Такое пояснение до мурашек. Нелечка, теперь я поняла про благодарность, я ничего не знала. Такое пояснение. Видите, ребята, главное это прочувствовать. То есть, если мы просто радуемся и пишем ручкой, это не проявление любви, а благодарность чувствовать тем, кто создал эту ручку. Да, во-первых, это вас возвращает здесь и сейчас. Да, если вы здесь сейчас, вы есть. Если вы есть, то ваши желания вам отдадутся. Но если вас нет, то некому отдать. Почтальон пришел домой, постучался в дверь, а вас нет. Ему некому посылку с вашими желаниями отдать. Плюс еще было, девушка говорила, у меня вчера было одно желание, сегодня другое. И посыльный, каждый раз, подходя к вашему дому, разворачивается и меняет свои желания. Вы так ничего не получите. Если вы чего-то хотите, вы должны четко понимать, что, и стойте до конца, не переобувайтесь. Потому что посыльный все время такой, да, блин, на полдороге опять возвращаться, менять машину с красненькой на синенькую. Я говорю, я говорю, сделайте для себя какой-то маленький эксперимент. Загадайте что-нибудь и будьте здесь и сейчас. Вам просто будет интересно, вы это получите или нет. Вот попробуйте, ребят. Вот как сделала я, и у меня получилось, потому что я была конкретно в моменте и я продолжала. Цветы, я потом говорю, а ладно, пофиг все остальное, сейчас опять в своем. Нет, у меня уже кардинально все начало меняться. Потому что мне стало страшно уже не быть в этом потоке, мне уже страшно не понимать, что такое тотально, не вникать и дальше не углубляться. Понимаете? Надо в этом быть. Надо в этом быть. Вот девушка пишет, я дневник вела благодарности и понимала, что уже на автомате пишу два года, писала и бросила. Да, это просто не та работа. Она здесь и сейчас. Нет, вас не было. Вы писали благодарности за все там в мыслях, в будущем, в прошлом, в настоящем моменте вас не было. Вы это не проживаете, вы это не чувствуете. Это пустой, ну, как бы звук просто. Просто время теряли, а лучше бы направили на себя. А что я сейчас хочу? Мороженое? Ну, пойду, поеду. Вот, вот, вот. Как я рада, что у меня есть эта мороженка, и все люди мира родились в эту секунду и создали все блага, чтобы я поела эту мороженку. Мороженку. Построили магазин, пошли корову надоели, вырастили эту корову, фермы построили, там, агрегаты. Да, это бесполезно писать и говорить, это только можно прочувствовать. В один момент вас ёкнет в один момент, если есть такое желание познать тотальную любовь, а не внешнюю эту мишуру, за которой мы все время гонимся, то вас ёкнет, и вы это осознаете. Да, да, я тебе, я тебе, я тебе так благодарна, что ты мне дала эту возможность, чтобы я наконец-то, я проснулась, я просто поняла, что, это что на самом деле. Я говорю, ребят, я рыдала, когда я вот эту майку тебе вот так приложила, я рыдала, потому что я поняла, что, блин, это такое количество людей, это моё желание, я им дала жизнь, я им дала работу, я им дала всё, они все это делали для меня, но это надо, не словами, нет, это время нужно. И самое главное желание ваше, желание, если вы хотите что-то изменить, надо идти к этому, потому что мы им пишем желание, мы пишем, что-то доделаем, кошка, кот, котяра, киса, мурдик, кухенька ты моя, девочка, кислоты моя хорошая, почувствую, подружку свою видела, привет. Как сложно будет прочувствовать благодарность по отношению к тому, например, кто причинил боль и страдания, когда вы берёте ответственность на себя, и понимаете, что этот мир творится только проецируя ваше мышление как подсказку. Вот смотрите, вы сидите в киноцентре, сзади вас проектор, в котором кадры, а на стене вы видите на белом полотне кино, кино живое, кино реальное, но вы-то понимаете, что это просто кино, вы всё чувствуете, что пытаются показать вам актёры, вы проживаете жизнь с этими актёрами, вы видите, но вы понимаете, то, что кино — это просто кино, так вот наша реальность то же самое, кино, оно нереально, и кадры, они не в проекторе сзади вас, а в вашей голове, это ваши мысли и нейронные связи, поэтому вы это кино реальности чувствуете ещё круче, чем просто сидя в киноцентре. Ой, прям мурашки пошли. И нам не важно, что идёт в кино, нам нужно понять, мы сюда пришли в это воплощение, просто познать Бога в себе, больше ни для чего. И нам кино всё время нас показывает вовне, подсказывает. Если кто-то причинил боль, это просто учитель пришёл к вам показать, это просто проекция вас, как вы сами себе причиняете боль, не выбираете себя, не любите себя. Да, остановитесь, всё к этому. Если кто-то вам приносит страдания, это не он приносит вам страдания, он пришёл вам показать, что вы страдаете внутри себя, то есть страдания же внутри вашего тела, это вы страдаете, он просто пришёл это страдание вытащить наружу, которое вы не хотите замечать, как вы страдаете. Вы страдаете, потому что себя не любите. Вы сами создаете События в реальности Которые вытаскивают Из вашего тела эти чувства Чтобы вы их наконец-то в себе обнаружили Ни один человек В этой жизни не пришел Сделать, чтобы вы страдали Каждый приходит только вам Показать то, что внутри вас Копится, как вы к себе относитесь Их надо благодарить, как учителей Минута осталась Люди плачут, ревут Смотрю, благодарю за эфир До слез и мурашек Смотри, люди, видишь, в каком состоянии Минута осталась, эфир выключится Если я его сейчас не сохраню Давай, выключай Выходим, короче, давай, попрощаемся Давай, 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 солнышко Всех целую, всех люблю У нас была Марта Марьяна, Маша Ребят, я вам всем очень благодарна Поблагодарите Прямо сейчас себя Что мы все в одном поле И что мы сейчас общаемся И что нам сейчас идет Кладица информации Чтобы мы прямо вот здесь и сейчас После эфира Хотя бы вот на столечко изменились И поняли, какая прекрасная наша жизнь Нелли, благодарю тебя Благодарю, радость моя Всех от всех от нас Ты чудо Спасибо тебе огромное За все, что ты делаешь для нас Ребят, счастливо Я очень рада была эфиру Выйдем еще как уже Давай, всегда с радостью Давай, солнце, давай А, еще хотела сказать Ребят, у меня три дня Последних осталось Записаться по цене 7900 Потом будет 10 Марафон 15 декабря Декабря, ноября Вот, буквально через неделю Марафон по долгам к себе Все, что мы задолжали Во внешнем мире, как долги Долги людям Долги финансовые Отбираются люди Отбираются здоровье И так далее Долги к себе Мы будем разбирать 4 дня всего лишь Марафон Но у вас должен быть Взрыв мозга просто Чтобы вы прочувствовали Смотри, пишут Распалась на атомы Нель, выключай Да, выхожу Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин